Верхушки объяли птицы быстро, даже не дали толком созреть, но дело в том, что я вам показываю разницу. Вот это черешня, такое настало за все годы, ну допустим, начало 3 года назад, лопнула кора, и с каждым годом рана увеличилась, и теперь я говорю то, чего не может быть никогда, я вам говорю, спасение было только в том, чтобы ничего не делать. Вот это вот, вот таким вот образом, вот она, если видите курсор, это новый штамп, вот он, и он абсолютно здоровый, вот это все вышелущивается, уходит, и она нормально после этой страшной зимы плодоносила. Да, фотографии я вам показывал, еще у меня не сделаны, но не все показывал. Теперь второй момент, то, что я называю селекция наоборот. Вот, то есть мы все время говорим, влияние подвойно-прямое, можно спорить, люди даже на каторгу шли за эти споры, знаете об этом, вспомните судьбу Вавилова. Вот, сам Дарвин, ну казалось бы, ну что он с одного сопонимает, оказывается прекрасно это, разбирался. Так вот, все наоборот, то есть мы в данном случае, в черешне, то есть вишневую подвой должна увеличить морозостойкость, так, увеличил, значит бы не было бы и выражаем. Вот, в какой-то степени, конечно, все-таки черешня-черешня, сохраниться в первозданном виде она не могла, вот, спасение было в том, чтобы не лечить. И она до сих пор жива, и сколько лет будем мы с вами общаться, сколько лет мы будем за ней наблюдать. Лена Александровна, таких примеров у меня примерно 100-150, нет, я считал около 200. Вот, теперь я вам не завидую, все, еще не поздно, билеты вперед, да? Ладно. Ну вот, например, нижняя ветка сухая, но ее еще не обрезали, тут уже отстригли, она начала усыхать. Я на все одно, и сразу скажу, тот, кто считает, что сухая ветка будет дерево, он абсолютно неправ, это сложившаяся, обязательно трезать, еще за под лицом, да, чтобы туда вот, через эту рану грибы, чтобы мороз нет, уже ее не трогая, для дерева пользу больше, это один из моих будущих постулатов, книги этого не жаль. А, кстати, и книги нет. Значит, будет книга. Так вот, нетронутая ветка сухая, безопаснее дерево, чем тарана страшная, когда ее отрезают. Вот я уверен, что вы со мной вот сейчас тут же согласитесь. Да. Она мешает кому-нибудь? Нет. Она может жить и жить, с этой сухой веткой еще лет стоится, если его дальше не колечить. Ну вот обратите внимание, здесь везде обрезаны ветки, вот-вот-вот-вот обрезаны, а там вторым ярусом уже усохшие ветки. То есть, чем больше они их отрезают, тем больше новых засыхающих веток. Вот они все сзади, все уже сухие. Они только не понимают этого, что дерево колечит. Вот не знаете всего. Ну, есть ведь наука, которая уже устоялась, сложилась, поэтому вот так все и работают. Я думаю, что мы для этого и работаем, чтобы что-то новое привнести. И раз мы им своим примером показываем, что можно по-другому, я думаю, что вот наша альтернативная агротехнология, может быть, кому-то она все-таки будет известна, кто-то ее услышит. И я надеюсь, что как раз в академических кругах. Только вы, когда вы это увидите в академию. Раньше бесполезно. Бесполезно. Ну, будем пробовать. Пока еще есть порох в пороховнице. Будем пробовать. Вот, все срезано на кольцо. Вот одна веточка осталась, а эти срезаны заподлицо. Здесь немного затянулось. Вот эти все срезаны на кольцо. Тем не менее, они уже сухие. Вот здесь сухая ветка. Сами искали. Это называется летние зеленые операции. Это прямо есть такой термин, зеленые операции. В течение вегетационного сезона подстригать. Но, правда, вот хороший экземпляр. Здесь достаточно и плодов, и они достаточно крупные. Но это, опять же, единичный экземпляр. Вот нашлась даже... Это такая как точка, как мы делали. Вот такую же, как мы делали. Ну, посмотрим, как за нашей-то мы сможем наблюдать. А вот это одна явно уже погибшая. А вторая еще... Не обязательно, там почка может быть живая. А может, она проснется еще.